и снова всем здравствуйте друзья мои сегодня я привезла вас еще одно удивительное место на нашем острове называется брединга тебе показываю ресторан посмотри какая прекрасная my language посмотри какая шикарная здесь мебель боже мой ну вот как девушка мне объяснила они с ее ее партнером только что купили несколько но не только что несколько лет назад вот этот великолепный отель посмотрите это великолепие друзья это же просто фантастика это я специально попросила хозяйку этого бара этого отеля чтобы она мне разрешила снять что-то но здесь видите так как он разрисован он разрисован в таких вот декорациях мрачных посмотрите здесь даже шляпы старинные висят как декорация да фантастика но вот здесь как мне опять же девушка объясняет вот это вот все старинная мебель они здесь купили на аукционе вы знаете и просто я в абсолютном восторге даже если темно я постараюсь вам осветлить немножко сделать посветлее фантастика фантастика вся эта декорация с таким вкусом вот такие вот уголки ну вот еще видите какой корабль прелесть какая фантастика да посмотрите фотография свадьбы виктория и альберта натуральной рамки вот этот отель я показываю вам теперь снаружи входную дверь фантастика просто внутри как он мне понравился и там стоит я спросила у девушки 120 фунтов за ночь дабл ром то есть на двоих а удивило конечно что у этого отеля снаружи вот такой модерн граффити а внутри такие старинные интерьеры старинная мебель но и она конечно как вы заметили видите все равно с такой вот с оттенком как какой-то хоррор как они говорят вот ужас а вот это с черепами и со всякой мистической мишурой очень здорово мне понравилось постараюсь конечно все это сделать для вас как можно лучше немного под дать яркости той съемки которую я сделала внутри потому что как вы видели это все было в полумраке и я извиняюсь за качество видео но я думаю что это стоит конечно посмотреть это я вам показываю с другой стороны этот же самый отель один отель я зашла это вот этот большой современный отель вы знаете здесь как я смотрю конечно сравнение с тем шикарным помните да никакого нет ну елочка вот у них тут как обычно декорировали 100 вот так простенько я специально зашла внутрь немного показала вам холл вот этого отеля знаете чтобы вы просто сравнили не всегда бывает то что показывают снаружи то и внутри и не всегда бывает такая фантастическая атмосфера как в том отеле вы посмотрите вот этот дом он меня конечно очень удивил если вы видите он весь весь обвешан этими гирляндами посмотрите они на крыше на втором этаже и здесь они заплели все деревья вьются здесь по этой живой изгороди кустарника вот с другой стороны этот дом видите вот эти все деревья они все завешаны этими гирляндами вечером это все переливается горит мигает и наверняка просто великолепно и красиво посмотрите как тянется далеко это охрада я к сожалению смогу с вами только днем погулять потому что вечером я ночью не умею ездить в темноте я имею ввиду я с фарами езжу очень плохо и боюсь поэтому уж не обессудьте но показываю вот сейчас очень любят англичане украшать свои дома очень они любят садики красивые подстриженные кусты здесь тоже гирлянды и птицы сделаны из горящих таких проводов посмотрите пожалуйста на это великолепие просто на улице шарами украшено дерево как красиво и понимаете как интересно ведь это же просто открытое место просто улица никогда никто не позволит никакого вандализма что-то сломать снять или украсть я специально не выбирала какое-то место такое где больше украшений на улице или меньше я просто приехала так вот знаете чисто случайно гуляю и показываю ну а чтоб вам скучно не было друзья я вам сейчас расскажу немножко про нравы английских женщин а то мы все с вами про мужчин да про мужчин разговариваем женщины тоже довольно интересные такие здесь английские английские женщины абсолютно не ханжи в отличие от многих наших кстати русских женщин вот вы знаете я могу вам сейчас рассказать тоже интересную историю которой я была свидетелем как одна разведенная англичанка коренная ей возраст наверное чуть за 60 вот как мне и как она после развода искала себе здесь в англии мужчин я почему знаю всю эту историю про нее как она мужчину искала и как она знакомилась потому что она с удовольствием об этом рассказывала мы с ней были так тоже шапошно знакомы на одной из вечеринок но она подружилась с одной из моих русскоговорящих здесь знакомых тоже и вот она рассказывала ей про свои вот эти похождения с мужчинами ну а эта женщина рассказывала мне вот так что как она искала во-первых она развелась с мужем со своим почему там тайна покрытая мраком он ее оставил ушел как будто более молодой ну и так как инициатором развода был он конечно же он ее оставил эту женщину ну скажем так и поступил не очень он порядочно да вот и в связи с этим она при разводе оставила себе и дом все имущество и автомобиль и большую часть их общих денег у нее был взрослый сын который уже вырос жил отдельно давным давно и она вот в этом огромном доме бангала после развода жила одна как барыня полностью обеспеченная как говорится имела все я как-то случайно тоже оказалась у нее в этом доме она как-то пригласила нас на кофе вот со знакомой моей и я поразилась такой красивящий огромный великолепный дом так вот конечно жить там одной ей абсолютно не хотелось и она стала искать себе мужчину а мужчину она себе искала через интернет по сайтам знакомств в том числе ну и по барам по ресторанам на всякие она ходила дискотеки она везде не переставала искать мужчину ну а кто еще тот всегда найдет как говорится и вот она нам рассказывала что без проблем когда она находила какого-то ознакомилась с каким-то мужчиной который ей нравится то тут же в тот же вечер она его везла к себе домой как говорится сразу без всяких проблем то есть она не заморачиваясь и не долго думая сразу проверяла мужчину не только где-то в баре на танцах но и в постели тоже как он как он как говорится как любовник как он как он как сексуальный партнер очень была девушка раскованная такая вы знаете абсолютно без комплексов и даже она видите и рассказывала совсем без проблем о том что она с мужчинами со всеми сразу же спит и вы знаете как говорится не только она одна такая я знаю опять же мне рассказывал Мартин боже боже мой друзья он мне как-то в откровенной беседе признался что здесь найти себе английскую женщину для секса не составляет труда и вот он говорит что на сайтах они даже сами сразу предлагают секс без обязательств и в общем лишь бы их только сводили куда-то в ресторан потанцевать погулять повеселиться и иметь прекрасный секс вот так английские женщины как говорится не всегда такие как мы можем себе представлять и как мы наверное думали о них вот по крайней мере меня вот это все очень удивило ну вот они такие англичанки они как говорится каждым мгновением наслаждаются они не заморачиваются не переживают и вот то же самое что здесь к этому тоже очень легко относятся много раз я это замечала что вот таких вот знаете ханжей как в нашем государстве царстве государстве бывшем СССР откуда мы все родом мы как-то зажатые мы закомплексованные вот опять все это смотрим кто что подумает а кто что скажет а здесь нет во первых никто ничего не скажет а во вторых они на это плевать хотели ну это я вам как вы понимаете рассказала об одиноких английских женщинах как они себе ищут партнеров но вот вы знаете что касается еще других которых я знаю одиноких английских женщин вот меня тоже очень много раз удивляло по крайней мере вот там вот когда мы жили с мужем в бунгало у нас была там соседка она все время ходила с тремя собачками гулять тоже она была в возрасте как вы понимаете ну и когда я тут с ней как-то разговаривала я стала спрашивать как ее семья как что она мне сказала что она замужем никогда не была я удивилась ну такая симпатичная женщина видно что за собой ухаживает я говорю да вот надо же как ну то есть типа того что я чуть ли не посочувствовала ей она сказала да я так и хотела я никогда не хотела замуж я пожила прекрасную жизнь у меня всегда были мужчины которых я желала без всяких проблем у меня было много партнеров как они тут называют своих вот таких вот бойфрендов партнерами и говорит что я замужем не была детей никогда не хотела но я прожила свою жизнь и живу ее сейчас так как я хочу и так как мне нравится то есть свободно я не хочу ни от кого зависеть и для меня моя свобода это самое главное что еще могу сказать об нравах английских женщин если в семье англичанка как правило если она замужем то она ведет себя с мужем вы знаете очень интересно то есть никогда ни одна по моему англичанка насколько я знаю не позволит себе вынести какой-то ссор из избы она никогда не будет с мужем ссориться или грубо разговаривать при людях на людях вот этого у них просто категорически не как говорится не принято и так вести себя никакая англичанка не станет со своим мужем какие бы у них отношения не были внутри их дома за закрытой дверью но когда они вышли куда-то в свет то только уважительно только улыбаясь только под за руку под ручку только глядя ему постоянно заглядывая в глаза вот у них тоже есть такая история вы знаете что меня удивляло особенно это заметно вы знаете когда вот бывает берут интервью где-то по bbc какая-то пара английская часто довольно они же все парами ходят и вот у них когда берут интервью журналист задает вопрос никогда женщина первая не станет отвечать отвечает мужчина но как отвечает мужчина он как бы тоже сначала на этот вопрос не бросается отвечать и женщина на него поворачивается и смотрит смотрит буквально ему в рот вот это вот просто меня удивляло вы знаете вот какая бы женщина не была и какой бы не был с ней рядом мужчина муж она всегда дает ему приоритет она всегда оставляет за ним первое слово а сама будет стоять рядом смотреть на него как он говорит кивать поддакивать и со всем соглашаться хотя может быть как я говорю что в душе она думает совершенно по-другому вот такие вот у них тут нравы понимаете ну и я считаю что это конечно очень хорошо они могут потом придя домой разругаться она может быть даже ему что-то высказать что вот он там неправильно мыслил что он неправильно сказал но на людях никогда никакая уважающая себя англичанка своего мужа не унизит и не оборвет и не прервет а уж тем более ссорится на людях что вы что вы такого никогда не бывает как бывает у нас вот например прекрасно можно услышать как женщина просто орет бывает на своего мужа где-то на улице где-то в кафе на пляже вы может быть тоже с этим сталкивались и встречали вот такие вещи здесь неприемлемы вот видите у них часто можно встретить вот такие вот тоже площадочки со скамеечками чтобы люди в хорошую погоду вечером или днем вот сидели тут наслаждались видом на океан есть у них такие смотровые площадки автомобильные на которые я вас привозила а это вот такая вот для просто людей вот мы с вами проходим здесь вот видите тоже дома такие интересные расположение может быть даже своим они интересны то что они здесь стоят высоко на холме и с прекрасным видом но как-то сами они по-моему выглядят немножко мрачновато я даже честно говоря не уверена это отель или это какой-то жилой дом с квартирами судя по всему это дом дома с квартирами вот этот и тот следующий потому что видите вот вот видите здесь написано на фоссейл на продажу на балконе написано значит здесь чьи-то апартаменты меня все просят просят показывать собачек поближе вот посмотрите какой долматинец великолепный да но не всегда удается показывать поближе собачек но вы знаете если вы смотрели много моих видео то там собачки у меня почти в каждом посмотрите пожалуйста кто не видел так что вот друзья мои рассказала вам немножко погуляли мы немножко надеюсь что вам понравилась сегодняшняя моя прогулка а на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго увидимся пока пока пока